Ну, когда я устроился на работу в этот цех, здесь еще котлованы были. Работал я в комсомольской молодежной бригаде. Все молодые, задорные такие. Этой профессии невозможно просто так раз взять и научиться. Важно это сохранять внимание в течение всей смены. Важно это сохранять внимание в течение всей смены. Юрий Козликин трудится в листопрокатном цехе номер 3 АО «Арселор Митл Тимиртау» уже на протяжении 40 лет. С самого основания цеха. Юрий Николаевич поделился с нами воспоминаниями из своей трудовой жизни. Родился я в 60-м году в городе Тимиртау. Родители у меня, Николай Александрович, Тамара Ивановна, до сих пор живы, слава Богу. Учился я в средней школе. Окончил ее. Армия. После армии я сразу перешел в этот цех. Когда узнал, что новый цех открывается, да, попробую. Когда я устроился на работу в этот цех, здесь еще котлованы были. То есть цех только еще строился. Отправляли меня в командировку. Помогал подшерстному совхозу. Потом я не сразу лудильщиком устраивался. На дистаж электриком. Ну, понял, что это не мое. Меня переманили. Сказали, что перспективная белая жесть. Первая там в нашей республике. А тогда в новинку это было. Тем более коллектив молодой. Все молодые были. Работал я в комсомольской молодежной бригаде. Все молодые. Задорные такие. Никогда не забуду. Первая спецовка у нас была белая. Мы хотели белых спецовках. Считалось, что цех очень чистый. Ну и пищевая все-таки продукция выпускалась. Но она недолго продержалась. Потому что все равно где-то мазута, где-то солидол. Многие спросят, а кто такой лудильщик и чем он занимается? Лудильщик – одна из основных профессий в ЛПЦ-3. Работа Юрия Николаевича заключается в нанесении расплавленного олова на поверхность металлических изделий для защиты от коррозии. Завешиваем аноды, ну то есть подготавливаемся к работе. Завесили аноды, там, если какие-то замечания есть, там устранили. И все. Вот запустили агрегат с пульта. Все, агрегат поехал. Ну, следишь уже за процессом. Важно это сохранять внимание в течение всей смены. Вот смотришь, допустим, на жесть, она идет и идет, все хорошо. Чуть расслабился, обязательно что-нибудь вылезет. Поэтому в нашем деле расслабляться никак нельзя. А что может случиться? Дефект пойти. Пойти дефект какой-нибудь. Ну, то, что потом эту продукцию отсортируют в пониженную сортность. Знаете, этой профессии невозможно просто так, раз, взять и научиться. Прочитал инструкции и все. Инструкции ты прочитал, допустим, технологические параметры ты знаешь. А вот именно нюансов, которые, ну как объяснить? Ну, есть такие нюансы, которые только при практике можно постигать. Без знания основ профессии, конечно, не обойтись. Но все познается на практике. Изучить все тонкости профессии лудильщика Юрию Козликину помогли хорошие наставники. Наставником он у меня был, когда я пришел. Старший лудильщик Полеров Владимир. Потом, когда создавали концертную молодежную бригаду, я перешел на другую бригаду. То есть нас молодежь собрали именно чисто такой вот 20-летних. Был Шембергер. Старший лудильщик. Благодаря им, собственно говоря, и произошло становление. Техника безопасности – это превыше всего. Охота быстрее сделать, быстрее. Потому что идет дефект, а там идет отсортировка по этому дефекту. Поэтому чем меньше дефекта, тем меньше отсортировки. Поэтому охота сделать. А потом подумаешь – а нет. Кругом крутится, вертится. Сейчас у Юрия Козликина сложился дружный трудовой коллектив с хорошим руководством. Есть стабильная работа и зарплата. Однако пережил мужчина и переломный момент в жизни предприятия. Здесь таких людей очень много даже, которые помнят это время, когда они платили зарплату. Благодаря моей семье они все-таки поддержкой была именно с той стороны. Я приходил домой, бывало, что охота купить что-то. Пора побаловать там. Детки маленькие были. А нет такой возможности. Никто мне не сказал, не укорил, что папа, а где же... Где же вот я хочу этого? Они все понимали, что нет такой возможности. Поэтому я говорю – семья у меня. Дай Бог как. О своей семье Юрий Николаевич рассказывает с улыбкой на лице и горящими глазами. На каждый вопрос отвечает, что с семьей ему уж очень повезло. Супругу я встретил на заводе. Вот именно, что как раз цех как раз устроился, когда устроился. У нас не в нашем цеху было, тогда еще котлованы были. Мы находились в помещении столовой первого цеха. У нас там была слесарка. Ну, а как раз там кондитерский цех был. Она работала там. Ну, познакомились именно там. А на повар? Ну, она кондитер. Плюшки. Меня заворожило это. Вот глаза, большие глаза. И почему-то ничего не сначала, а именно глаза. Ну, сначала просто так познакомились. Потом пригласил в кино. Тогда-то не было такого, что ходили по ресторанам. То есть, что-то там. Киношки там. Танцы. И через сколько женились? На следующий год и женился в 81-м. Долго не тянули? Долго не тянули. Тут мне повезло, конечно. У меня две дочки. Красавицы, умницы. Я ничего не могу плохого сказать о них. Только в положительном плане. Я говорю, мне повезло. Тем более, сейчас пошли внуки. Два внука, внучка. Тоже радует. Ну, сейчас пока каникулы частенько у нас. Собираются, ну, шум, гам. Где-то, может быть, и лишнего шума. А с другой стороны, когда их нету никого, как-то уже и скучно. В этом году Юрий Козликин стал одним из 20 лучших работников металлургического комбината АО «Арселор Метал Тимиртау». Чей труд и профессионализм были оценены орденом Янбек-Данке. Позвонил начальник отделения. Я как раз был в выходной. Говорит, так и так. Будь на граждане. У меня, естественно, глаза на лоб. Вроде бы за что. Таких выдающихся заслуг как бы за собой не замечал. Но было, собственно говоря, удивительно. И я не ожидал, если честно сказать. Юрий Козликин считает себя поистине счастливым человеком. Любимая работа и дружная семья. Вот что нужно человеку для счастья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова